Город украшают яркими красками. В этом году в Муравленко высадят более 85 тысяч цветов, саженцев, кустарников и деревьев. Это растения наиболее устойчивых видов, которые показали хорошую приживаемость в суровых северных условиях. Кломбы, цветники и вазоны уже пестрят обилием красочных соцветий и бутонов. Китайские гвоздики, бархатцы, сциволы, бегонии и петуньи уже украсили сквер молодежный, ямальский, территорию возле городской администрации и парк культуры и отдыха. Совсем скоро заиграет яркими красками аллея памяти и центральная улица Ленина. Бригада приехала уже, была привезена первая машина, это земли уже привезли. Привезли первоначально 20 тысяч цветов первых, пришла вторая машина 45 тысяч цветов. В общей сложности мы должны высадить за неделю 75 тысяч цветов. И по мере выхода из строя, там кто-то что-то приболели, цветочки или еще что-то, необходимость посадки, у нас заложено еще 10 тысяч этих цветов. Ассортимент цветов очень большой. В этом году озеленение выполняет подрядная организация из Екатеринбурга. До 25 июня цветочники высадят более 5 тысяч саженцев, кустарников и деревьев. И только представьте, город украсит 85 тысяч цветов. Наша компания у Арта Верда выиграла контракт по благоустройству и озеленению данного города. Поэтому сейчас, в данный момент, мы занимаемся высадкой цветов однолетников. И через неделю мы будем высаживать многолетние растения, цветы. Затем деревья и кустарники. Ольга Ерчук уже 30 лет занимается посадкой цветов. Каждое растение определяет по листочкам и лепесткам. Там рассказывает, что в Муравленко с бригадой работают по специальным схемам, где, как правило, учитывают цветовую гамму и формы. Флористы работают ударными темпами. Они уже высадили 25 тысяч растений. Как правило, сорта цветов выбирают неприхотливые. Ведь вырастить зелень в северных условиях очень непросто. И также сложно сохранить зеленые насаждения до осени. Специалисты компании обещают приложить максимум усилий, чтобы цветущая красота сохранилась в городе надолго. А жители уже оценили красочные скверы и аллеи, и труд флористов. И готовы помогать сохранить красоту. Очень люблю цветы. И дома много цветов люблю разводить. Ну, городу намного лучше. Он становится светлее, ярче. Экология, во-первых, намного красивее становится. Наш город чище. Вообще наш город преображается, становится более красивым. Это настроение, это культура, это внутренняя гармония. Зеленые насаждения – один из наиболее важных и эффективных видов благоустройства города. В нашем регионе, где растительность достаточно скудная, нам не хватает ярких красок, ароматов цветов и зелени. Это все создает особенный эстетический облик города. И, конечно же, поднимает настроение. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, Новости, Муравленко. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, Новости, Муравленко.